Дорогие друзья, в декабре этого года и в январе следующего года в библиотеке Белинского проходят две выставки, объединенные одной идеей. Идеи заповедников, идеи охраны природы, идеи бенжинного отношения к окружающей среде, среде нашего с вами обитания. Первая из выставок посвящена питомцам Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц Халзан. Халзан находится недалеко от нашего города и выполняет благородную миссию в деле спасения диких видов птиц и возвращения их в исходную среду обитания. Фотовыставка называется «Заповедные наставники Центра мониторинга хищных птиц Халзан». На выставке представлено 30 фотографий, 14 видов хищных птиц, которые сейчас находятся в Центре и проходят там реабилитацию. Центр выполняет важную функцию в деле сохранения, размножения и возвращения в исходную среду обитания, реабилитацию такого неткого вида сейчас, как сокол балобан. Сокол балобан издревле являлся птицей, которую использовали в соколиных охотах и подвергся вследствие этого массовому уничтожению, в том числе из-за уничтожения его мест обитаний, коренных и исходных мест обитаний. И уже не первое поколение Халзан выпускает соколов в районе Аркаима, там, где существуют пригодные для этой птицы охотничьи угодья степные, тем самым восполняя исчезнувшие популяции. На фотовыставке вы можете увидеть фотографии, которые сделаны в этом году пяти фотографами-волонтерами, которые приезжали, снимали птиц. Вы увидите фотографии птиц, таких как орлы, орлы-могильники, степные орлы, белоплечья орланы, совы, полярные совы, филины. В общем, выставка получилась очень интересная, разнообразная и, конечно же, красивая. Халзан предоставил для размещения в нашей группе Клуб Друзей Белинки видео, которое было сделано в этом году. Видео ознакомительное, небольшое и довольно интересное, где очень кратко рассказывается о том, что происходит в Халзане, о том, как можно туда попасть, пообщаться с птицами или побыть волонтером Халзана, помочь в деле охраны природы. В СССРском районе, недалеко от поселка Кашино, в красивом сосновом Бару, разместился Центр мониторинга и реабилитации хищных птиц Халзан. Это один из крупнейших питомников хищных птиц России. В центре содержится около 200 птиц 37 видов, 25 из которых – представители Красной книги. Миссия Халзана – сохранение и восстановление дикой природы России. В этих целях Центр осуществляет реабилитацию раненых, больных и осиротевших птиц и по возможности возвращает их в естественную среду обитания. Второе важное направление в работе – размножение исчезающих видов пернатых хищников. На экскурсионных программах Центр обучает гостей спасению и сохранению хищных птиц. На живых примерах знакомят с разнообразием пернатых хищников со всего мира. Гости знакомятся с редкими величавыми птицами – грифами, орлами, орланами, соколами, совами. Почти о каждом питомце можно узнать его непростую историю жизни и спасения. Для большинства птиц жизнь в питомнике – это второе рождение, обретение дома и своего призвания во взаимодействии с людьми, а иногда продолжение рода. Самые яркие эмоции у посетителей вызывают представление с крылатыми великанами. Филиницей Филий, орлом-могильником-гранитом, степной орлицей Нюшей, черной вороной Чилой, пустельгой Пусиком. С неизменным восторгом посетители становятся свидетелями соколиной охоты, когда мимо проносится балобан со скоростью до 300 км в час. Программа посещения очень разнообразна. Экскурсия, шоу с птицами, фото с птицей на руке, чаепитие, посещение музея, просмотр фильма на большом экране, соколиная охота, беседка с мангалом в кругу своих друзей. Все вместе – отдых, восстановление, обогащение знаниями, общение – делает поездку в Халзан удивительной и незабываемой. Приглашаем в Халзан, ведь именно экскурсионные программы – главный источник существования центра и серьезный вклад в спасение и сохранение уникальных пернатых хищников. Вторая выставка, но вернемся к первому слайду, она называется «Абсолютная заповедность». Точнее, это идея или концепция абсолютной заповедности. О ней мы поговорим, о людях, которые приложили большие усилия, даже не сказать большие, некоторые положили всю жизнь на то, чтобы превратить эту идею в реальность, для того, чтобы были созданы заповедники именно согласны самой идее, какими они должны быть, какими видели эти люди, заповедники. Эти люди – это стоявшие из токов, это имперская профессура. В принципе, у этой выставки есть две причины основные, по которым она создана. Первая – это 90-летие со дня рождения Феликса Робертовича Штильмарка. Это наш современник, человек, который подхватил идею абсолютной заповедности и предотвращал ее в жизнь. Он всячески пытался ее не анимировать с 30-х годов, популяризировать, нести. Боролся он, в принципе, не только с органами власти, но и с коллегами, которые зачастую воспринимали заповедники как участки, предназначенные для хозяйственного использования человеком, для любой хозяйственной деятельности, вплоть до туризма. Вторая причина создания этой выставки – это 50-летие Висимского заповедника. Нашего заповедника, родного, находящегося на Среднем Урале, на севере Среднего Урала. Висимскому заповеднику 50 создан он в июле 1971 года, но история его началась гораздо раньше. После войны был создан заповедник Висим, который в начале 50-х годов там случилась такая массовая организация заповедной системы. Шла она, конечно, сверху от Никиты Хрущева. Очень много заповедников было расформировано. Практически, можно сказать, что четыре тнити заповедников были распущены. И вот этот заповедник Висим попал тоже в эту историю. В наши годы, уже в 1971 году, как я сказала, Висимский заповедник был восстановлен, но в гораздо меньших объемах территории. В разы меньше. Но он существует до сегодняшнего дня. И вот в этом году ему 50 лет. Он сохраняет эталонные природные комплексы Среднего Урала. Ту самую дикую девственную тайгу, которая когда-то покрывала, можно сказать, большую часть горной тернитурнии Среднего Урала. И теперь мы перейдем к тому, кто же стоял у истоков этой идеи абсолютной заповедности. Еще называют ее концепцией абсолютной заповедности. Истоки ее идут из Европы. Они идут из Германии, из Швеции. Но также очаг возникновения интенеса к охране природы и созданию участков, на которые не допускались обычные люди, где запрещалось вырубать лес, вылавливать дичь, проводить какие-то сенокосы и подобные мероприятия. Соединенные Штаты Америки. Там тоже в середине 18 века люди обратили внимание, после вот этой вот масштабной войны с коняным населением, после просто выбивания популяций бизонов диких и исчезновения той среды, которую создавали вокруг себя эти животные. Соединенные Штаты в 1862 году был создан первый заповедник, Иосемитский заповедник, впоследствии был создан Елоустомский, всемирно известный заповедник, охраняющий долины гейзеров. Этико-эстетический подход руководствовались именно этим подходом люди в создании этих территорий. Если вы, может быть, знаете, помните таких философов, экофилософов, это Генри Таро и Ральф Уолда Эмерсон. Вот Таро написал книжку «Жизнь в лесу», о том, как он уехал в лес, о том, как он там жил, и как он смог построить себе дом своими руками, найти себе пропитание. Вот эти экофилософы, в том числе и художники, и поэты, дали толчок осознанию, что природа нуждается в защите, потому что природа в эти годы очень сильно пострадала от рук человека. Это что касается Соединенных Штатов. А что касается Европы, европейской части, одним из самых ярких пионеров охраны природы, его прямо называют фанатичным человеком, это был Гуго Конвент. Он ввел такое понятие, как «натурденгмаль» – памятник природы. Хотя он сделал это понятие общедоступным, известным. До него это понятие появлялось периодически в трудах Александра фон Гумбольта. Гумбольт упоминал о памятниках природы, имея в виду какие-то отдельные живописные скалы, живописные деневья, что-то такое, что вызывало внутри человека удивление, восхищение. Вот такие объекты он называл. Вот такой смысл он вкладывал в понятие памятник природы. После него тоже были люди, которые употребляли этот термин, но опять же именно в таком ключе. Но Гуго Конвент сделал очень мощный шаг. Он распространил это понятие памятник природы на обширные земельные участки, которые в Европе трудно было к тому моменту уже найти участки, не измененные деятельностью человека. Но таковые еще оставались. Именно на такие участки более-менее девственной природы распространял он это понятие. В том числе он популяризировал активно. Он ездил с лекциями по различным странам. Он участвовал в каких-то семинарах. Он приезжал в Россию. То есть его вклад вообще в осознание происходящих процессов в природе был огромен. Его коллегой из Швейцарии был зоолог, исследователь природы, натуралист Пауль Бенедикт Царазин. В начале 20 века он побывал в Азии в азиатских странах. Это была Юго-Восточная Азия. Он побывал там и поразился масштабом промышленной деятельности, которую развернули там колонизаторы. Вырубки масштабные, вылов животных, уничтожение среды обитания. И вот Пауль Бенедикт Царазин, он стоял во голове. Его заслуга велика в том, что он создал первое всемирное общество охраны природы. То есть он стоял у идеи создания этого общества. И он первым в 1913 году стал организатором международной конференции по охране природы в Берне. Но по истечению 8 месяцев началась Первая мировая война. И естественно, интенес к этой теме, он угас. И вот что писал, естественно, было не до создания Международной комиссии по охране природы, которая объединяла бы большую часть европейских стран, в том числе Россию. Но вот началась Первая мировая война. И вот что об этом писал Григорий Александрович Кожевников. Можно сказать, преемник. Один из преемников ГУГО-конвенции Пауля Саразина. Он писал, что всего через 8 месяцев после конференции вспыхнула мировая война. И неуместно было говорить о международной охране растений и птиц и зверей, когда международными стараниями уничтожались миллионы людей. И далее мы перейдем как раз к личности Григория Александровича Кожевникова, его коллег, именно тех людей, которые заложили основы заповедности в России на рубеже XIX и XX веков. Как упоминают, периодически в разных изданиях первым, кто заговорил о заповедности, это был Василий Васильевич Доркучаев. Наш прославленный почвовед создал такое направление, как генетическое почвоведение, изучающее физический, химический состав почвы. В общем, очень глубоко он проник в эту материю и изучал ее многосторонне. Так вот, в 1895 году Доркучаев опубликовал свои отчеты об экспедиции в степную зону Украины. И он впервые сформулировал принципы выделения заповедных и степных участков и дал их описание. Именно там, на Украине, на территории Деркульского оконного завода, была выделена большая территория степная для проведения научных, изыскательных работ. Для познания вообще того, как работает степь, какова ее продукция, каково ее функционирование, водный режим. Но почему это произошло? Почему Доркучаев, он в 1892 году туда приехал, в 1895 он опубликовал этот доклад. Одной из причин его посещения этой степи было то, что этому году предшествовал год очень сильной засухи, катастрофической засухи и неурожаев. И, в общем-то, его делегировали провести масштабное полное обследование, почему это произошло и как можно это предотвратить. Так вот, хотелось бы мне зачитать цитату из журнала «Вопросы. История, естествознания и техники». Из очень интересной, познавательной, не просто познавательной, популярной, а очень научной статьи, которая была опубликована к столетию российских заповедников в 1995 году, так как отчет в ней идет именно от 1895 года, когда Василий Васильевич Докучаев опубликовал вот этот свой известный доклад и заложил основы заповедности в нем. Вот что пишет Василий Васильевич в своем докладе. «К сожалению, наши девственные черноземы с их своеобразной прелестью, беспредельной шинью, с их оригинальными обитателями, сенебристым ковылем, дерзой, байбаком, дрофой и прочими, с удивительной быстротой исчезают с лица русской земли». И вы заметите, это конец XIX века. «И тем обиднее, тем нежелательнее, что наши степи с их высшей степенью своеобразной природы никогда не подвергались систематическим исследованиям и более-менее продолжительному непрерывному учету. Чтобы не прессировать степь по возможности в ее первобытном виде, чтобы ваучу убедиться в том могущественном влиянии, которое может оказывать девственный травянистый покров на жизнь и количество грунтовых и поверхностных вод, чтобы не дать окончательно обестравить наши степи, чтобы сохранить этот оригинальный степной мир потомству навсегда, чтобы спасти его для науки, чтобы не дать безвозвратно погибнуть в борьбе с человеком целому ряду характернейших степных растительных и животных форм. Государству следовало бы заповедать». Вот этот термин появился из уст Василия Васильевича Докучаева. Им были опубликованы многие другие работы, в том числе, например, «Работа, хранящаяся в библиотеке Белинского, в нашей степи прежде и теперь». Но идей Докучаева общественность к тому моменту не осознала вообще масштабность происходящего, не были готовы люди воспринимать именно эту информацию, и эти идеи на 13 лет просто оканули. Деркульский стационар был уничтожен. Уничтожен он был в годах 20-х, но уже где-то в 70-х годах там восстановили часть этого стационара, но не полностью, не таким, каким он был при нашем известном почароведе. Теперь мы переходим к личности человека, собственно, который является по большинству источников литературным основоположником заповедности, концепции абсолютной заповедности. Григорий Александрович Кожевников. Очень интересная биография, интересная семья. Родной брат Григория Александровича является всемирно известным религиоведом. Семья была зажиточной, купеческой, образованной. Дети читали первоисточники, греческие, римские, гарация читали. Обучались разным языкам, французский, английский. То есть мы можем сказать, что это были люди высокой культуры, высокой образованности. Григорий Александрович поступает на естественное отделение физико-математического факультета МГУ. Он с успехом его заканчивает. И остается работать на кафедре зоологии беспозвоночных. В МГУ впоследствии деканом, который он становится, динектором кафедры, также он является динектором зоологического музея МГУ. И инициатором постройки новых помещений, больших помещений под коллекцию этого музея. Динектором зоомузея он являлся 27 лет. До 1931 года, пока его не отстранили от этой деятельности. Будучи профессором, Григорий Александрович активно занялся деятельностью. Он вообще был пчеловодом. Опубликовал очень много работ. Его кандидатская диссертация, его дипломная работа были посвящены биологии пчелы, разведению пчелы и вообще различным аспектам пчеловодства. Вот этим он прославился. И хочется сказать, что после того, как он умер в 1933 году, некрологи, которые опубликовались, они не освещали природоохранную деятельность Григория Александровича, а был упор в основном на его вклад как пчеловода. Это очень-очень малое о чем говорится и как-то очень умаляет заслуги этого человека. Что хочется сказать о Григории Александровича. Конечно же, он активно посещал и Германию, и Швейцарию. Он был в Соединенных Штатах. Он видел Ниагарский водопад, впитывал вот все те новые введения, новшества в Соединенных Штатах. Не было термина заповедники, не было такого понятия. Было понятие «национальный парк». Очень огромная территория с целью. Цель создания не была научной, как таковой, не была эстетической, а эти участки заповедовали для последующих поколений людей в качестве тунистических объектов. Вот что пишет Григорий Александрович в той же статье из журнала «Вопросы истории. Естествознание и техники». Он пишет о своем посещении Ниагарского водопада. Первое из впечатлений, из противостоящих мнений этико-эстетическому тому подходу выражается именно вот в этой цитате. В 1907 году «Весь город Ниагара-Фоллс так плотно придвинут к великому явлению природы, что оно потеряло значительную долю прелести. Рядом с природой всякий город вообще есть грязное пятно. А рядом с таким естественным в своем роде явлением город является и являет собой величайшую мерзость. Как странно, что большинство людей не отдают себе отчет в том, как отвратительно отношение людей к природе. Люди не осознают, что природа выше их и лучше их. Как велика была бестактность, скажу больше, безнравственность тех предпринимателей, которые решили строить и дома, и фабрики на самом биннику Дивной и Ниагару. Конечно, природа в этом смысле беззащитна перед людьми. Они могут издеваться над убежденной, но, быть может, придет час ужасного мщения, истребивши звеней и птиц, вырубив леса и превратив их в парки, осушив болото, человечество лишит себя навсегда великого влияния природы. И кто знает, насколько печально отзовется это на будущих людях. Эмоционально, да. Очень эмоционально, горячо он реагировал, но с позиции человека, который постиг эту науку с самых корней. Его учителем был профессор Богданов. Учителем профессора Богданова был всемирно известный путешественник и ученый Карл Рулье. Так что мы можем сказать, что подход далеко не этикоэстетический во зрениях Кожевникова, а научный. Он предлагал заповедовать как можно большие участки природы, именно девственных участков России, коих было еще очень много по сравнению с Европой, где уже, можно сказать, сотни гектаров каких-то оставались по всей Европе. Но Россия обладала еще большими запасами. Несмотря на то, что конец XIX века был ознаменован просто хищническим разгулом охотничьим, когда добывались по сотне тысяч шкурок соболя, но к концу XIX века, начало XX стали добывать в отчетах по 30 тысяч шкурок соболя в Сибири, вот на территории современного Саянского заповедника, Баргузинского заповедника. Именно охотоведы стали говорить о том, что природа истощается, ресурсы уходят. Почему произошло подобное? Произошло подобное, потому что люди не умели, не знали, как правильно вообще охотиться, как правильно заготавливать лес. Итак, в 1908 году появляется первый официальный доклад на юбилейном Всероссийском акклиматизационном съезде в Москве. Доклад Грингорий Александрович назвал так о необходимости устройства заповедных участков для охраны русской природы. В этом докладе были разработаны основные принципы неприкосновенности заповедников, цитируя автора, «Чтобы иметь возможность изучать природу, мы должны стараться сохранить ее в первобытности, неприкосновенности в виде ее наиболее типичных формаций. Всякие меры, нарушающие естественные условия борьбы за существование, здесь недопустимы. Не надо ничего устранять, ничего добавлять, ничего улучшать. Надо предоставить природу в самой себе и наблюдать результаты». Заповедные участки имеют громадное научное значение, а поэтому устройства их должны быть прежде всего делом государственным. И на этом съезде он впервые поднял вопрос, этический вопрос о праве вообще первобытной природы на существование. В том числе он стал одним из первых основателей этикоэстетического подхода в заповедном деле в России, но все-таки его воззрения были в первую очередь как ученого на сохранение природы, именно как ученого, зоолога, биолога и даже эколога, который смотрел намного вперед. Он пишет, что вопросы теории эволюции он рассматривал настолько широко, глубоко, что его современники не понимали. Его понимают вот в настоящее время, когда обращаются к работам Григория Александровича. Через какое-то время, в 1909 году, он выступает уже на Втором Всероссийском съезде охотников, где читает доклад о заповедных участках. По отношению к фауне, указывал он, в них должна быть абсолютно запрещена всякая стрельба и ловля каких бы то ни было животных. Хочется отметить, что Григорий Александрович активно участвовал в различных охотничьих комиссиях, семинарах, публиковался в охотничьих журналах. И, как пишет он, он старательно сужал вот тот диапазон животных, которые являлись промысловыми. То есть он сознательно шел на это, публиковался и доносил до общественности охотничьей, общественности охотников свои научные воззрения, обоснованные, причем глубоко обоснованные. И вот каким же покажевником являются основные меры при создании заповедников. Это должна быть довольно большая площадь дикой природы, наличие вокруг заповедника охранной зоны, строгая охрана от людей, запрещение любого хозяйственного использования, запрещение любого прямого и непосредственного вмешательства в ход природных процессов и явлений. И самое главное объявление неприкосновенного нежива навсегда. Хочется еще раз процитировать автора этой концепции. Книгунь Александрович неоднократно указывал на значим эстетических моментов природоохраны, по его мнению, более важных, чем экономические доводы. Я подчеркивал, что важно подходить к вопросам охраны природы с широкой принципиальной точки зрения, а не смотреть узко, утилитарно и в частности не сводить охрану природы к охране дичи и устройству охотничьих заказников, охранять первобытную дикую природу ради нее самой, смотря на прикладные вопросы, как стоящие на втором плане. Вот основная идея охраны природы по моему докладу. Впоследствии в 1928 году и до этого опубликовались научные работы, в том числе по рекомендации по тому, как вести научную работу в заповедниках. Как вы уже понимаете, на рубеже веков и чуть позже происходили в России серьезные политические изменения. царская власть, она уже не справлялась с напором людей, которые были ею недовольны, которые требовали неорганизации правящей системы. К их числу относились и ученые, и к осторме писали письма. Но вот произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Все коренным образом изменилось. Очень многие ученые возлагали на национализацию большие надежды. они думали о том, что большие те самые участки природы, которые являлись заповедниками на тот момент, но их было немного. Всего в царской России было три заповедника. То есть до революции существовало всего три заповедника. Это Саянский заповедник, это Барнгузинский заповедник на берегу Байкала, заповедник Малая Сосьва, если я не ошибаюсь. Вот, три заповедника. Один из них, Барнгузинский, сохранился до наших дней, и он единственный, был правительственным указом закреплен. Так вот, всего лишь три заповедника до революции. Что произошло после? После революции хочется отметить, что Владимир Ильич Ленин человек, который, конечно же, он всемирно известен, но что касается его отношения к природе, оно не так широко известно. Он довольно-таки много читал, читал популярные литературы. Его одной из любимых книг была книга Модеста Богданова из жизни русской природы. она повлияла на него довольно сильно. И он активно включался в вопросы охраны природы. И первые его ленинские декреты в этом направлении, декрет о земле, декрет о лесах, в том числе в 23-м году был принят новый лесной кодекс, проникнутый духом рационального природопользования. Вот как было написано в одной из статей. то есть вот это время до 30-го года, время, когда еще работал и был профессором МГУ Григорий Александрович, когда он заведовал зоологическим музеем, и когда были еще живы все его соратники и коллеги, оно еще проходило под девизом той самой неприкосновенности. Но все изменилось с 30-х годов, с начала 30-х годов. в 31-м году уже появляются такие воззрения, реорганизация природы, изменение природы руками человека, то есть подчинение сил природы интересам человека. И все начинает ставиться именно на эту основу. В 33-м году начинает свою работу первый Всероссийский съезд охраны природы. Григорий Александрович к этому времени уже пожилой человек, но он все еще активен. Хочется сказать, что он занимался конечно не только вопросами охраны природы, он вообще был активным общественным деятелем. Он публиковался в российских газетах, таких как например «Утро России», еще нескольких, где высказывался о наболевших вопросах о беспризорности, об алкоголизме. Он очень любил архитектуру, вообще предметы старины. Выступал за сохранение русских церквей. В 30-е годы даже он стал объектом шуток. Из-за этого в журнале «Чудак» вышла статья с карикатурой на него. Но хочется сказать, что это было сделано конечно зря. Человек, так как он был образован, энциклопедист, к нему нужно было прислушиваться и понимать. Но такового не произошло. В 31-м году он был снят с поста профессора заведующего кафедры зоологии беспозвоночных МГУ в 33-м году. В 1929-м он лишился поста директора музея зоологического МГУ, можно сказать, которому отдал треть своей жизни. И в 1933-м году, принимая участие в том самом всесоюзном съезде, он глубоко разочаровался от того, что он слышал даже от своих учеников. Он слышал, как люди сходят своих позиций природоохранных и просто внемлют происходящим переменам и внемлют тем политическим настроениям, которые приходят сверху. И после одного из таких заседаний и после допроса в НКВД он умирает. Умирает от инфаркта инфаркта можно сказать в 1933 году заканчивается расцвет, а можно сказать уже закат вот этой самой идеи абсолютной заповедности. После наступает очень длительный пенют других политических изменений, которым я скажу чуть-чуть позже, хотелось бы вернуться к коллегам Григория Александровича. Не один. Он наверняка выступал на поприще создания заповедников охраны природы. Вот, кстати, фотография его с учениками, фотография 1926 года. Хочется сказать, что он выпустил в свет множества учеников, в том числе это известные зоологи Огнив, Туров и многие другие биологи, вложившие массу усилий в биологию, в зоологию, в экологию, в развитие в нашей стране. В нашем фонде, я забыла упомянуть, есть вот такое издание, издание охраны природы, комиссия Академии наук. Есть несколько бюллетеней, в одном из них есть непринятное, но сокращенное издание вот того самого первого доклада 1908 года о необходимости устройства заповедных участков для охраны русской природы. То есть вот это издание оригинала в фондах Белинки нет, но есть практический репрент. Вот второе издание, которое есть тоже в библиотеке Белинского и где есть статья, видите, профессора Г.А. Кожевников охрана природы. Издание это было довольно-таки популярное и очень интересное назвалось День леса. Совершенно разнообразные статьи в этой книге есть. Она тоже хранится у нас в фонде депозитария. Так, вот здесь мы перейдем ко второй известной личности, это Иван Парфеневич Богданов. Как видно из слайда, из части статьи, в 1913 году в октябре профессор Кожевников и профессор Богданов посетили Берн. Вот ту самую конференцию, первую конференцию природоохранную, организованную Паулем Саразином. То есть они побывали в Берне, поучаствовали и опубликовали вот такой отчет, отчет о командировке в Берн на конференцию по международной охране природы. Итак, Иван Парфеневич Бородин, тоже человек очень интересной судьбы, всемирно известный ботаник, не побоюсь этого слова, популяризатор идей охраны природы и вообще популяризатор ботаники. Он родился в семье военного и его брат. Здесь вот тоже интересная параллель. Брат Григория Александровича, тоже очень известный человек, ученый, и Ивана Парфеневича, брат родной, их всего лишь двое было в семье. Тоже очень известный ученый, но инженер. Инженер один из первых в деле создания железных дорог и паровозостроения в России, в СССР, в то время. Так вот, Иван Парфеневич рос с мамой, со своим братом в крайней нужде после того, как очень рано умер их отец. Мама, можно сказать, из последних сил она выбивалась, работала, но растила двоих своих сыновей. И вот Иван отличался очень большими способностями к обучению. и в свои 14 лет он уже начал преподавать. Его, кстати, как лектора, как педагога рекомендации давали даже преподаватели Петербургского университета, когда он далее там уже поступил, учился. то есть обладал тоже очень широкими и глубокими познаниями, в том числе в ботанике, которая являлась, хочется отметить, не изначально его любовью, его страстью. Он пристрастился как-то к этому делу, когда бывал летом на выезде у своих родственников где-то под Петербургом. И все началось с интереса к печеночникам. к мхам. То есть он прочитал об этом явлении природы, заинтересовался и вот оттуда его любовь к ботанике и практически вся его жизнь посвящена этому делу. Хочется сказать, что 35 лет он проработал, он выучился, он помогал своей маме с братом активно, выучился и стал преподавать в лесном институте в Петербурге прямо со студенческой скамьи. И там он проработал 35 лет. Там же он защитил диссертацию. И в 1902 году он уже был избран академиком Российской академии наук. Он осуществил путешествие в Сибирь в 1905 году и там же в 1905 году он стал одним из тех 342 ученых, подписавших письмо, в котором они критиковали самодержавие и требовали преобразования государственного строя. Эта записка называлась, вот прямо так и называлась «Записка 342 ученых». И вышла она в газете «Русь». И хочется отметить, что несмотря на его подпись, на эту публикацию, его не уволили из института, хотя он хотел уйти сам. Но побоялись огласки, побоялись скандала, так как к тому времени он уже был всемирно известным ученым, он был известен в Европе, в Соединенных Штатах, он остался работать. Но что касается охраны природы, этой темой он заинтересовался уже на склоне лет, когда накопил вот тот огромный багаж знаний, опыта, общения с многими людьми. И в 1905 году он принимал в Петербургском лесном институте своего, можно сказать, ставшего другом, Гуга-конвенция, известного ученого, немецкого деятеля природы. Его одна из самых известных и значимых в этом деле работ в деле заповедников сохранения природы вышла 29 декабря 1909 года. На 12-м съезде русских естествоиспытателей и врачей в Москве Иван Парфеню сделал доклад о сохранении участков растительности интересных ботанико-географическом отношении. Доклад был горячо поддержан. Далее в 1910 году эта публикация вышла в виде статьи и в 1914 году она вышла в виде отдельной брошюры. Вот именно вот так выглядит первая страница. Здесь он проводит исследования, отчет о том, как реализуется мир охраны природы в разных странах. как он побывал опять же в Германии, как он побывал в Швейцарии, Дании, в Соединенных Штатах Америки. И вот в 1913 году, как я указывала ранее, он отправляется профессором Богдановым, Кожевниковым, извиняюсь, в Берн, в командировку. Далее мы перейдем к личности следующего, очень известного человека Андрея Петровича Семенова-Тиньшанского и его брата Вениамина Петровича Семенова-Тиньшанского. Это родные братья, сыновья всем, я думаю, известных в нашей стране и за границей географ, общественного деятеля, политика Петра Петровича Семенова-Тиньшанского, которому за его заслуги, за его изучение Тиньшаня была дарована вот такая приставка к фамилии Семенов-Тиньшанский. Андрей Петрович является биологом, профессором МГУ. Его сферой деятельности, его глубочайшим интересом является энтомология. Именно где-то пишут, что его отец способствовал Пётру Петровичу интересу, но нет, всё-таки Пётр Петрович очень сильно переживал, кем же будет его сын, и переживал за то, что всё-таки он выбрал биологическую стезио части, хотя другой из сыновей стал географом, он пошёл по следам отца. Но вот Пётр Петрович занялся энтомологией глубоко, серьёзно изучал, систематизировал, ездил, посещал разные страны, встречался с учёными. Очень близко они общались, конечно, и с Иваном Паруфиничем Богдановым, с Андреем Георгиевичем Кожевниковым, и в 1919 году выходит его первая основная работа, посвящённая наболевшему для него уже к тому моменту вопросу, вопросу охраны природы. Она называется «Свободная природа как великий живой музей требует неотложных мер ограждения». Вышла она в журнале «Природа». В четвёртом номере журнал тоже есть в фонде библиотеки оригинал статьи, то есть можно прочитать, прийти и ознакомиться с этой статьей. Зачитаю пару фраз. «Непосредственно перед только что закончившейся ужасной по своему масштабу длительности напряжению силы своей разрушительности войною, движение в пользу защиты и охранения как отдельных памятников, так и обширных участков свободной природы дружно охватило все почти цивилизованные страны. Оно явилось противовесом всё более и более широкому расселению человека. И важнее для всего человечества дело покровительства природе начало выходить на широкий путь, путь объединения и приведения в одну планомерную систему всего того, что делалось в этом направлении в отдельных местах и странах. То есть после Первой мировой войны, после революции начинается синергетика объединения вот этих различных обществ, идей, людей в какую-то единую приходящую внимание систему охраны природы, заповедования природы. И как он писал, что во всех своих нетронутых человеком участках свободная природа есть великий синтетический музей, необходимый для нашего дальнейшего просвещения, умственного развития. музей, который в случае его разрушения не может быть воссоздан руками человека. В этой статье очень много различных примеров из истории заповедного дела в России, в том числе создания одного тоже из первых частных заповедников фаскания нового фнидрихом фальцфеином. В общем, эта статья является, этот документ является, может быть, третьим по значимости после брошюры Богданова охрана природы, после той самой статьи Кожевников в 1908 году. Это последующий документ, который все далее и далее разворачивает эту тематику. Брат Вениамин Петрович Семенов Теньшанский вообще географ, тоже человек широких, фундаментальных таких интересов глубоких. Он, Антоний Петрович вообще был личностью очень харизматичной, тоже очень активной и очень эмоциональной в своей любви к природе. И он заразил этим интересом брата. И брат создает в 1923 году, а нет, ранее, в 1917 году он создает проект. Проект Сети Заповедников Россия. И хочется сказать, что это был очень простой, и понятный, и фундаментальный проект, к которому обращались в последующие годы. Проект этот не был реализован при жизни ученого тогда. В 1917 году он не был опубликован даже, он сохранился в архивах Академии наук. Но к нему неоднократно возвращались как первоисточник. То есть из него впоследствии, в последующие десятилетия брали информацию для создания заповедников, сети заповедников в тех или иных регионах России. Очень еще велика заслуга Венина Петровича в создании географического музея, о котором практически сейчас никому не известно, но это был третий по величине музей в Петербурге даже после Эрмитажа. Его сравнивали, его коллекция с коллекциями Эрмитажа. Следующая личность, тоже очень известная, гонячая личность, ботаник. Валерий Иванович Алиев, профессор Харьковского университета, тоже горячий защитник охраны природы, как мы видим, он написал одну из первых в России книг «Охраняйте природу». Также он стоял у истоков организации Всероссийского общества охраны природы и Харьковского общества любителей естествознания, при котором выпускал, редактировал, выпускал бюллетень. И в этом бюллетене основной упор, конечно, делался на просвещение широких масс. То есть информация подавалась доступно, понятно, так как и Богданов, и Талиев, и Кожевников на всю их научность они все-таки делали большой упор на популяризацию природоохранного знания, потому что как бы без просвещения масс, без просвещения людей невозможно получить будет какой-то действительный результат. Потому что как люди вырубали, выбивали звенья, так они будут это делать, если они не узнают, что природу надо охранять. В заповеднике нельзя вмешиваться, на их территориях нельзя проводить никакие мероприятия, не пасти скот, не выкашивать луга. В общем, они отличались вот именно ученые этого времени природозащитники отличались тем, что они выходили в люди. А вот профессор Богданов, например, есть такие данные, что уже под конец своей жизни он все еще проводил масштабные ботанические экскурсии. И на одну из его последних экскурсий написано собралось около двухста человек. То есть вот так велик был интерес к природе и ее охране, не, скажем так, можно сказать, благодаря стараниями вот этих людей, их учеников тоже, их студентов. На фонде отдела редкой книги вот есть такое издание, журнал научное обозрение, где есть одна из статей Валерия Ивановича Талиева «Целесообразности в природе». Следующая личность это Франц Францевич Шиллингер. Судьба тоже незавидна, судьба тоже сложна. Как у его коллег хочется сказать, что вот и Андрей Петрович Семенов и Тиньшанский и его брат Вениамин, они в 42-м году оба погибли, а погибли они в блокадном Ленинграде. А вот Франц Шиллингер, он погиб в Лагинях. В 44-м году, в 43-м году, так как был по ложному доносу не прессирован, несмотря на все свои заслуги перед Отечеством, перед властью на тот момент, то есть он погиб. Тоже, если обратиться к его биографии, там масса интересных страниц. И его происхождение, немецкое, русское происхождение, его семья, его тоже горячее желание популяризировать знания, но как бы по своей природе он был человеком близким именно вот не к этико-эстетическому подходу в охране природы, а к утилитарному подходу. Но в свои уже зрелые годы он все-таки понял, что охотничье хозяйство необходимо формировать по определенным принципам, критериям, научным критериям, иначе оно просто придет в упадок и никакого результата мы не получим. И в его книге «Орала Тугайский пролив» есть даже посвященная теме охраны природы отдельная статья «Охрана природы в СССР и за границей». Тоже вклад его велик, около 20 заповедников созданы при его участии. Вот как мы видим, книга «Крымский полуостров и его роль в значении в СССР». Тоже в Крыму и на Кавказе он содействовал созданию заповедных территорий. Ну и мы переходим к нашему современнику Феликсу Ромбертовичу Штильмарку, вот тому самому человеку, который воскресил, можно сказать, идею абсолютной заповедности, которые ушли от нас в начале 30-х годов под девизом новой власти о неконструкции живой природы, подчинении живой природы человеку, о вмешательстве в нее, о создании новых гибнидов в природе, о, как мы знаем, неудачной попытки одного из профессоров Монтейфеля акклиматизации в России таких животных, как енотовидная собака или американская норка, которые стали уничтожать исконную фауну посредством того, что они выедали добычу, предназначенную для других животных, исконно обитавших на этих территориях. Так вот, Феликс Ромбертович активно взялся за воссоздание этой идеи, за ее популяризации и самое главное за активное ее внедрение в, как бы, Кожевников создал императив, а вот Штильмарк, Красницкий, это динектор Александр Михайлович Красницкий, динектор центрально-черноземного заповедника и еще нет других ученых, они воскресили эту идею и вновь стали всячески ее пропагандировать во власти среди своих коллег о том, что участки заповедных территорий должны быть неприкосновенны, должны быть созданы навсегда, должна быть структура слаженная, которая бы занималась управлением заповедниками и созданием, они влияли, пытались влиять на законодательную базу в сфере охраны природы и создания заповедников. Там, конечно, тоже грандиозные истории разворачивались, баталии можно было бы зачитать, но я думаю, что если вас заинтересует эта тема, вы найдете необходимый материал, в том числе и с презентацией. Вот эта книга есть в фонде библиотеки, называется «Идея абсолютной заповедности». К этой идее тоже Феликс Робертович пришел не сразу. Вообще детство тоже было его довольно тяжелым, голодным. В 14 лет он остался без мамы и без отца. Отец был не прессирован, реабилитирован спустя 7 лет. Роберт Александрович Стильмарк, тоже известный журналист и писатель, автор Романа «Наследник из Калькутты». Мама Феликса Робертовича была дипломатом, очень долго проработала в Японии, была, можно сказать, японоведом, экономистом, но она в то же время была, вернувшись в Россию, она вышла замуж за отца Феликса Робертовича и стала такой активной коммунисткой, хочется сказать. Она поддерживала все эти взгляды, но абсолютно искренне она во все это в это верила, но даже назвала своего сына в честь Феликса Дзержинского. Вот откуда корни имени Феликс Робертович Стильмарк. Возвращаясь к биографии Феликса Робертовича Стильмарка, хочется сказать о двух публикациях, которые вышли в журнале «Экология и жизнь» и журнал «Природа». В журнале «Природа» статья называется «Заповедование Тронь». Феликс Робертович Стильмарк. Штенхик биографии. Написана статья его женой и в ней приводится такая цитата о переломном моменте в жизни и в научной работе Феликса Робертовича. Почему он заинтересовался охраной природы И в какой момент это произошло? Это произошло в Красноярском крае в институте леса и древесины Академии наук, где он работал на тот момент. И вот что пишет его жена. «Наблюдая, что происходит с чудесными кедрачами, как в Арварске работает там наша промышленность, сколько леса вырубается в пустую, он уже не мог просто ловить мышей и часто говорил мне, зачем я буду изучать состав палевок на участке леса, который я знаю, уже обречен и предназначен к вырубке. И постепенно у него даже появилось отвращение к разным давилкам, ловушкам, плашкам, которыми он так ловко орудовал. Вот в такой момент и произошел поворот в жизни Феликса Робертовича. Он начал активно публиковаться, вникать в вопросы законодательства, организации заповедников. Под его участием тоже было сформировано множество заповедников по всей России. И он явился одним из создателей многотомника заповедника СССР, который вышел в 10 томах на библиотеке Белинского хранится 7 томов этого издания. И в том числе он был автором монографий множества. Вот здесь мы видим две монографии. Одна в соавторстве с Николаем Федоровичем Реймерсом, тоже очень известным экологом, одногодкой, ему тоже в этом году 90 лет исполнилось бы, одногодкой Штильмарка и его близким другом. Николай Федорович писал, «Не природе нужна наша защита, это нам необходимо ее покровительство, чистый воздух, чтобы дышать, кристальная вода, чтобы пить, вся природа, чтобы жить. Она природа была и всегда будет сильнее человека, ибо она его породила. Он лишь миг в ее жизни, она же вечна и бесконечна. Человек для нее деталь, она для него все, а поэтому не вреди». Вот под таким лозунгом публиковали свои природоохранные работы Николай Федорович Реймер и Феликс Робертович Тильмар. Вот здесь как раз фотография Николая Федоровича, профессора, эколога, тоже очень гонячего человека в этой области. Его, как вы видите, цитата, цитата, одна из последних его цитат в книге, которую написал и посвятил ему Феликс Робертович. То есть он написал книгу после смерти своего товарища друга единомышленника. И вот эта цитата заканчивает эту книгу. «Я заклинаю мировое сообщество выкупать бразильскую сельву ради всеобщего спасения. Я заклинаю ООН посылать свои войска, если выкупленные леса подвернутся натиск палочных людей. Экологическая стабильность для мира сейчас важнее, чем даже политическое спокойствие, ибо политика дело отдельных народов, а природа основа жизни всех людей Земли». Вот в этой фразе мы можем понять все вот это горячее отношение, то беспокойство, с которым хочется сказать, что практически эти люди преждевременно все ушли из жизни. Они очень переживали, очень много сил и энергии затратили на борьбу с властью, на борьбу с коллегами, неся вот эту концепцию идеи абсолютной заповедности. И в заключении хотелось бы привести пример. Одна из последних книг, которая посвященная популяризации охраны природы не только нашей страны, но вообще в целом всей Земли, написана Эдвардом Уилсоном. Вот она, эта книга стоит, вот она на экране. Эдвард Уилсон вообще социобиолог, он биолог с мировым именем, удостойный множества наград, в том числе полицерской премии, написал более 20 книг, включая смысл существования человека. Он же является гарвардским профессором Гарвардского университета. И что примечательно, в этой книге он пишет, в этой книге я предлагаю отдать половину поверхности планеты в распоряжение природы, поскольку это единственная надежда на спасение необъятного разнообразия населяющих ее форм. Мы рассмотрим уникальное сочетание животного инстинкта и социокультурного гения, благодаря которому наш вид, а вместе с ним и все живое встал на путь, который может привести к катастрофе. Нам требуется куда более глубокий уровень понимания самих себя и всего живого вокруг, чем тот, которого мы достигли гуманитарными естественными науками. Мы должны проявить мудрость, чтобы как можно скорее преодолеть заширенность догматических религиозных верований и неуместных философских рассуждений, в плену которых мы до сих пор находимся. Если человечество не начнет уделять значительное большое внимание биоразнообразию масштабах всей планеты и не примет срочные меры для ее защиты, в скором времени мы утратим большинство видов, из которых состоит жизнь на Земле. Предложение выделения половины Земли является первой экстренной мерой, соответствующей масштабу проблемы. Я убежден, что мы не сможем спасти живую составляющую среды нашего обитания и добиться ее стабилизации ради нашего собственного выживания без превращения половины планеты в заповедник. Вот к чему мы вернулись в наши дни. Мы вернулись к призыву создать обширные заповедные участки уже по всей планете в интересах как отдельных государств, так и всего человечества. но и соответствуя этикоэстетическому подходу ради самой природы как уникального явления на планете Земля. Включение нашего обзора я хотела бы еще раз обратить ваше внимание на книги. Первая из книг это фундаментальная работа, я бы сказала, единственная в России. В нашей библиотеке, к сожалению, этой книги нет, но я думаю, что при желании вы найдете где с ней ознакомиться. это книга Феликса Робертовича Штильмарка «Избранные труды. Заповедное дело в России. Теория, практика и история». Монография оснащена очень большим списком литератур, просто самым большим по этой теме, какой я видела, и очень богатым иллюстративным материалом. Множество фотографий людей, которые в том числе были использованы в создании этой презентации, людей, вложивших свою жизнь, свои знания в охрану природы России. И еще одна интересная книга – это словарь Владимира Борейко, словарь «Деятели охраны природы». Тоже единственное в своем роде издание хранится у нас в библиотеке Белинского в справочном отделе. Тоже, если есть желание, вы можете принять ознакомиться. здесь приведено порядка 156 учеников биографий о наших деятелях охраны природы. На этом все. Я надеюсь, что я вас заинтересовала этой темой. Вы придете на выставку в библиотеку Белинского и сами лично ознакомитесь с литературой и с фотографиями, которые сейчас представлены.